Как развивается мировая экономика России и Тверской области? Какие события в фокусе дня? Обо всем этом за три минуты. 26 килограмм круп и мучных продуктов на год, 58 килограмм мяса, 290 килограмм молочных продуктов, 18,5 килограмм рыбопродуктов, чуть более 114 килограмм овощей и 60 килограмм фруктов. План поэтапной реализации проекта редевелопмента Морозовского городка в Твери будет готов в течение двух недель, рассказал журналистам генеральный директор Дома РФ Виталий Мутко. Договорились в течение двух недель сделать план его поэтапной реализации, продумаем сегодня об управлении этого проекта и приступим к его реализации. Это историческое место под 70 гектаров земли, это место, где есть соответствующая история, архитектура. И вот с одной стороны, сохранение этой архитектуры, историческая значимость этого места, придание его новой, в общем, современного уже облика, имеется в виду и жилищный, как общественное, деловое пространство, она, конечно, мне кажется, сегодня, ну вот, такое ключевое направление. Концепция развития территории историко-архитектурного комплекса общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для товарищества Тверской мануфактуры, в 1856-1913 годах, который в Твери носит имя Морозовского городка, разрабатывалась дома РФКБ «Стрелка» с июля 2019 года. Проект предполагает создание нового центра передвижения в Твери. Среди основных проектных решений появление главной улицы с активной общественной функцией, реновация морозовских казарм, создание культурного центра на базе советского корпуса. Тверской таможне подвели итоги работы за 2019 год. В казну государства перечислено более 70 миллиардов рублей. Это на 19 миллиардов больше, чем в прошлом году. Внешнеторговый оборот составил более 4 миллиардов рублей. За таможенным декларированием в Тверскую таможню обратилось почти 3000 участников внешнеэкономической деятельности. В общей сложности было оформлено свыше 94 тысяч деклараций. Экспорт товаров в прошлом году осуществлялся в 94 страны мира. Среди экспортных товаров наибольший удельный вес приходится на древесину и целлюложно-бумажные изделия. Изделия из стекла, кожевиное сырье, оборудование, изделия из пластмассы, косметические средства. А также изделия из черных металлов и алюминия. По данным Росстата, к концу января средняя стоимость бензина АИ-92 по региону составила чуть более 42 рублей, что на 21 копейку выше показателя на конец сентября. Бензин марки АИ-95 по сравнению с осенними ценами подорожал на 21 копейку и стал стоить в среднем более 45 рублей. АИ-98 более 51 рубля, что на 54 копейки ниже по сравнению с осенним периодом. Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 1 рубль 71 копейку, до чуть более 48 рублей. Экономический обзор для тех, кто хочет знать актуальную информацию и оставаться в курсе экономических событий.